Ну а прежде чем мы начнём, я как всегда хочу выразить благодарность всем, кто поддержал и продолжает поддерживать канал. Доброго времени суток, с вами по-прежнему Арталаски. И сегодня я вам покажу, как можно быстро нарисовать фоны для своей игры. Я уже делал несколько видео о том, как рисовать задние вот эти бэкграунды, но для начинающих разработчиков такой вариант может показаться достаточно сложным. Так как в нём требуются хоть какие-то навыки рисования, и если они отсутствуют, то к сожалению ничего хорошего в таком варианте не получится. Поэтому я решил создать такой набор инструментов, используя которые любой человек мог бы создать свой фон для игры всего лишь за некоторое количество минут, скажем так, не вырисовывать его целыми часами. Или же просто хочет сделать быстрый скетч фона, например, как вы сейчас видите на экране, он был сделан буквально за 4 минуты, может даже чуть-чуть меньше. И, собственно, как это всё делается. В течение нескольких дней я создавал такой набор инструментов, в котором есть кисти, цвета, различные шаблоны, и всё это я использую для того, чтобы быстро создавать какие-то скетчи или даже полноценные фоны. И, собственно, сейчас я на конкретном примере хочу показать, как это всё работает. Для этого я открываю вот такой вот шаблон, в котором у нас уже есть цвет неба. По размерам он 640 на 320 пикселей, что более чем достаточно практически для любого фона в игре. Размеры спрайтов, у которых, ну, допустим, в среднем от 32 до 64 пикселей. И теперь в слоях у меня тут вот такая вот заготовочка. Значит, я специально сделал такую заготовку, чтобы потом каждый из этих слоёв было удобно экспортировать и вставлять в игру отдельными элементами. И, собственно, с помощью этого можно будет сделать эффект параллакса. То есть, когда отдельные куски фона, скажем так, отдельные планы, они двигаются по отдельности. И таким образом получается такой вот эффект глубины, эффект объёма. И такой эффект используется уже, ну, достаточно часто. Я бы даже сказал, практически в каждой 2D-игре с видом сбоку. То есть, вот эти сайдскроллеры, платформеры, практически везде этот эффект используется. Итак, что же нам с чего нужно начать? Значит, прежде всего я просто создаю новый слой. Не в этих папках, как бы в них я уже буду раскидывать позже. Это как бы такая вот организация идёт. А пока что я просто всё набрасываю на отдельном слое. Значит, нажимаю F, чтобы перейти в такой полноэкранный режим. И F7, чтобы вызвать окно слоёв. Теперь, правой кнопкой мыши я нажимаю на меню кистей. И, собственно, здесь выбираю. А для начала было бы неплохо нарисовать горы и холмы. Так как оно от них, в принципе, отталкивает всегда при рисовании фона. Но, прежде всего, было бы неплохо выбрать какой-нибудь цвет. И так как многие люди с этим затрудняются, то есть выбрать цвет достаточно тяжело, я сделал уже несколько готовых палитр, в которых от 6 до 9 цветов. С их помощью можно очень быстро, буквально за секунды, создать такой вот общий скетч, общее настроение для фона. И потом уже его детализировать. Давайте, для примера, выберем самую первую. И цвет фона, значит, у меня вот он самый светлый. Я цвет неба заливаю вот этим вот цветом. А теперь на своём новом слое иду как бы в обратном порядке. И нарисую здесь что-то вроде гор. Для этого у меня, как видите, специальная кисть есть. То есть вот так вот тоже за секунды. Далее создаю опять же новый слой. А беру уже цвет потемнее. И этой же кистью можно такие вот холмы провести. Окей. Снова новый слой. Так, кажется, уже вот другой цвет нужен. Вот так. И здесь уже можно набросать ближний план. В принципе, тоже так вот за секунду всё это делаю. Отлично. А с этим разобрались. То есть у нас уже есть такое вот пространство. Но как бы здесь пока ничего интересного. То есть какие-то тут скучненькие горы, скажем так. И какие-то холмики, на которых, собственно, ничего интересного пока нет. Давайте теперь добавим сюда какие-нибудь деревья. Для этого переходим в кисти и выбираем какой-нибудь элемент. Здесь я сделал два варианта. Первый. Когда мы просто рисуем ель. Так, давайте цвет потемнее сейчас возьмём. Так. Допустим, вот этот. То есть простым движением руки мы как бы просто уже вот так вот делаем что-то вроде дерева. Само по себе, когда вот они вот так вот по одной, они выглядят не очень. Но когда это всё будет вместе вот так вот на фоне, они как бы друг на друга накладываются и выглядят уже посимпатичнее. Так, но только я это сделаю сейчас на отдельном слое. Ага. И выберу вот эту вот кисть. Здесь елочки поаккуратнее, они более такие густые, поэтому мне они как-то больше по душе. Вот. То есть вы можете даже рисовать эту мышкой. Кисть настроена специально таким образом, что просто даже проведя мышкой вот так вот в любую сторону, вы как бы делаете, скажем так, уникальные елочки. Всё это делается рандомно. То есть нет какой-то особенной заготовки. Вы можете просто задавать направление каждой елки. И значит, если я хочу, например, сделать её чуть длиннее, то есть сейчас она у меня вот такого вот размера одинакового идёт. Нажимаем F5, динамика формы, и здесь рядом с переходом ставим, например, 50. Получаем как бы в два раза больше. Но это слишком много, давайте 35, например. Вот так. И, в принципе, вот уже как бы разные высота у этих ёлочек. То есть всё здесь редактируется, всё достаточно удобно. Но, чтобы не вырисовывать так вот ёлочки по одной, я также сделал и сам распылитель. Здесь уже вот такие вот разные заготовки, которые тоже попиксельно как бы изменяются. И вам нужно будет просто вот так вот провести, скажем, линию. И некоторые ёлочки уже создадутся, скажем так, за вас. Можно добавить сюда другие ёлки с помощью другой кисти, чтобы их как-то разнообразить. Вот так вот считайте за несколько секунд, меньше чем за минуту, получили уже вот такую вот стену, скажем, из ёлок. А как это позже раскрасить, то есть придать им объём, чтобы это был не просто силовет, я расскажу чуть-чуть позже. Вот для этого тоже здесь есть специальная кисть у меня. Окей, давайте добавим сюда немножко травы. Для этого у меня здесь тоже специальная кисточка. Трава густая, низкая. И теперь просто вот так вот провожу, так сказать, линию. И здесь рандомно создаётся вот такая вот густая трава. Можно как-то подредактировать, в принципе, взять эластик и выбрать, например, ту же самую кисть. И вот так вот её тоже провести. Это если вы хотите сделать её более, так сказать, низкой. Если вы хотите сделать траву более высокой, например, на вот этом вот ближнем тёмном плане, то для этого есть просто кисть трава густая. А здесь, конечно, небольшое такое искажение происходит, ну, из-за того, что здесь всё-таки пиксели, и так как нет никакого сглаживания, то, как бы, имеем, что имеем, как говорится. Оно, тем не менее, достаточно похоже, и при некоторой, так сказать, редакции можно получить достаточно интересный результат. Также всё это делается рандомно, поэтому, так сказать, результаты получаются уникальные, то есть не похожие друг на друга. Так. Предположим, что теперь вы хотите добавить несколько камней на свой фон, чтобы его как-то разнообразить. Для этого есть кисть камни небольшие. А сам по себе отпечаток такой, он, в принципе, достаточно стандартный для многих кистей, их можно найти в наборах у многих авторов. Вот, но здесь я его специально немного переделал под инструмент карандаш, и чтобы им было удобно вырисовывать различные такие твёрдые каменные формы, возможно, даже какие-то валуны. И, собственно, именно для этого я теперь эту кисть и использую. Берём тоже какой-нибудь свет. Можно даже создать новый слой. И создать здесь парочку камушков. А теперь с помощью Ctrl-U, то есть яркость, контрастность и, точнее, цветовой тон насыщенный, здесь как бы всё вместе, кроме контрастности. Я слегка его вот так вот... Либо уменьшу, как бы, яркость, либо наоборот прибавлю. Вот, но здесь, пожалуй, лучше будет через уровни, это Ctrl-U, сделать вот так. Только этот слой должен быть у нас под слоем с травой, чтобы он за него вот так вот не выходил. Вот, то есть получается вот такое вот как бы разделение. Может, с кривыми тут побаловаться, это Ctrl-M. Вот, теперь как-то поинтереснее стало. Отлично. Ну, а теперь добавим сюда облака. Обязательно на отдельном слое, чтобы потом их можно было экспортировать и вставить в игру уже как отдельный двигающийся объект. А для облаков у меня здесь есть несколько кистей, ну, в данном случае пока одна, в финале их будет тут около трёх. Оно это более универсальное. Поэтому, значит, выбираю здесь белый цвет, ну, либо цвет из палитры, можете выбрать. А кому где удобнее, я просто всегда использую белый цвет, а там уже подгоняю, как мне удобнее. И также просто мышкой вот так берём и проводим по горизонтали. Так, немножко неудачно. И то есть, такие вот совершенно разные облачка получаются, которые можно уже прям вот так вот и оставлять. А если вы хотите более плоские облака, то нажимаем Ctrl-T, чтобы вызвать свободное трансформирование. И теперь просто сплющиваем вот так их по вертикали. Далее, если есть желание, можно их слегка подредактировать. Например, взять самый удачный, на мой взгляд, облачка, взять пиксельную кисть. Где она у нас? Вот. И добавить ей там хвостики разные, где-то что-то подкорректировать. Собственно, для этого я эту кисть ей создавал, чтобы ей корректировать какие-либо недочёты таких вот генераторов рандомных. А также для облаков можно использовать пиксельную круглую. Это если вы хотите сделать что-то вот типа такого. То есть, такие вот облачка. Вот здесь уже как бы немного придётся прессовать, скажем так. Но, тем не менее, тоже такая возможность есть. Вот. Ну, думаю, с облаками здесь всё понятно. Теперь, что касается придания объёма для вот этих вот деревьев. Кстати, я хочу сделать их чуть-чуть поярче, чтобы они как бы отделялись от фона. Возможно, даже из-за этого на другую платформу перенесу. Так. И облака тоже сейчас надо правильно расположить, чтобы они не пересекались. Ну, вот так. Отлично. А теперь с деревьями тоже можно поиграться, используя кривые. А в этом, собственно, большой плюс того, что такой набор инструментов я сделал именно в фотошопе. Потому что здесь большие возможности для редактирования. Но об этом я ещё чуть позже покажу и расскажу. Это тоже такая вот маленькая фишечка будет. Так. Вот теперь как бы фон смотрится уже не так плоско. Но было бы неплохо. Я думаю, а вот эту вот платформу, её тоже слегка разнообразить. Чтобы она не была вот такой вот гладкой. Для этого возьму тоже какую-нибудь траву. А если точнее кисть, которая рисует траву. И уменьшить у неё размер. То есть, если я сейчас буду проводить при её оригинальном размере, то как бы получаем вот такую вот платформу. Но если я её уменьшу, например, в два раза, то уже это будет более такая редкая трава. То есть, сами пучки будут такие более крупные. Вот. И именно это нам как раз сейчас и нужно. Вот так. Если вдруг захотите сделать более крупную ель для ближнего плана, то здесь тоже есть такая кисточка. И здесь даже ствол такой маленький есть. Вот. Но её желательно проводить по несколько раз, чтобы она была такой вот более густой. Либо как вариант в рассеивании здесь сразу выставить счётчик на 3. и тогда она будет такая вот более густая. Ну и, собственно, в переходе здесь поставить, например, 35, чтобы она была подлиннее. Вот так. А теперь, собственно, как всё это дело раскрашивать. Ну и здесь всё достаточно просто. Создаём новый слой и, удерживая control, нажимаем на наш, так сказать, лесок. А теперь просто берём цвет посветлее и проводим практически точно такой же штрих. То есть мы как бы здесь получили и светлую часть, и тень сразу. Вот. Для этого можно использовать сразу несколько цветов, чтобы это было как-то посимпатичнее. Можно даже использовать для этого разные кисти. давайте что-нибудь такое вот выберем. Вот так. Более плавный переход. И уже как бы получаем такой вот объёмчик. Можно взять вообще посветлее. А таким же образом можно накладывать и снег на эти ёлки. Только я бы посоветовал здесь тогда интервалы поставить побольше. И проводить, естественно, по несколько раз. Потом взять цвет потемнее и сделать то же самое с другой стороны. Вот. Но это просто как бы для примера. На самом деле это всё можно сделать гораздо красивее. вот. Но как пример как бы скорости и вообще на что это всё способно. Кстати, для любителей ёлок я здесь делаю ещё несколько кистей. Например, вот здесь видно, что ветви идут вверх. Есть также ёлка, у которых ветви идут вниз. Например, вот эта вот большая. Они, на мой взгляд, более симпатичные и такие аккуратненькие. Вот. Поэтому мне они как-то нравятся побольше. Вот. Ну, возможно, вам они тоже понравятся. А единственный момент для них нужно будет подрисовывать такие вот стволы. Сделать это можно вручную, так и с помощью каких-либо кистей. Для правилы это всё очень просто делается. что касается лиственных деревьев, то есть специальная кисть, которая будет вырисовывать вот такую вот листву. Как вы будете уже вырисовывать свои деревья, собственно, лично ваше дело, как бы сама форма листва, она вот она вырисовывается достаточно чётко. Можно также с его помощью делать различные кустарники небольшие. Для стволов дерева тоже есть две кисти, но она уже сделана как бы специально под вот такие вот фоны. То есть провёл, сделал. Так. А ещё есть вот такая кисть, но она как бы такая вот стандартная, то есть здесь всего один отпечаток и большие интервалы, но даже ей можно сделать кое-что интересненькое. Например, давайте сейчас вот так вот покажу на примере. То есть просто несколько раз сейчас проведём и уже мы получили такой вот более-менее разнообразный план с какими-то деталями. Это можно использовать как для деревьев, так и для чего-нибудь ещё. В общем, чуть позже я как бы сюда добавлю ещё несколько отпечатков. У меня их здесь достаточно немало. То есть вот такие вот. Они также все идут в наборе, их можно ставить как вам угодно. Вот. О подсказках и постобработке буквально через пару минут расскажу. а со стволами деревьев можно в принципе разобраться уже и сейчас. Можно их также уменьшать и как бы святой рандом всё сделает за вас. Ну а теперь самое интересное. Предположим, что сделали вы вот такой вот фон, используя образцы, то есть уже заранее заготовленные палитры, но хотите как бы что-то более особенное, что-то своё. А для этого есть папочка постобработки, в которой я добавил самые такие часто используемые корректирующие слои, с помощью которых можно изменить настроение и вообще атмосферу вашего рисунка, в том числе и цвета, вообще до неузнаваемости. Предположим, включим здесь постобработку и у меня здесь уже добавлены карты градиента. То есть всего одним щелчком мы уже превратили его вот в такой вот что-то вроде заката. Но также можно сделать и другие варианты. Просто нажав на вот эту карту градиента, попробовав здесь несколько вариантов и собственно выбрав какой-либо из градиентов. Вот. Градиенты я пока ещё сюда в конструктор не добавлял. Показываю на примере стандартных и если вы так сказать фанат какой-то особенной стилистики какой-то особенной атмосферы то с помощью вот этого эффекта можно добиться довольно-таки интересного результата. но как бы в таком варианте оставлять её сейчас нельзя потому что нажав на папочку подсказки где у меня здесь специальная проверка в чёрно-белом то есть проверка объёма мы здесь видим что контраст у этого фона очень-очень низкий то есть некоторые слои они ну как бы тупо не читаются чтобы это исправить я сюда добавил во-первых кривые во-вторых почему-то не добавил корректирующий слой с уровнями вот теперь я это исправил отлично и теперь используя вот эти ползунки мы можем также корректировать так сказать контрастность и яркость нашего фона допустим вот так оставим а далее сочность и насыщенность мы можем откорректировать собственно как бы цветность нашего рисунка насколько он будет такой вот а сочный насыщенный такой вот может даже переженный или наоборот будет практически таким вот безжизненным серым в общем эти слои штука довольно-таки интересная но также не стоит забывать про цветовые балансы под которые пожалуй здесь самое интересное нажимаем на него здесь у меня уже выставлены настройки поэтому я продублирую на еще один и нажму его на сброс используя эти ползунки можно также практически до неузнаваемости изменить вашу палитру сделать ее какой-то такой особенной и уже на ее основе что-то свое так вот доделывать то есть по сути вы получаете конструктор с которым можно делать уникальные фоны а то есть как бы я даже например могу не узнать что вы сделали свою графику с помощью этого инструмента вот допустим что-то типа такого также добавил сюда фотофильтр который у нас как бы имитирует закат чтобы изменить его степень мы можем здесь от нуля до 100 процентов как бы регулировать ну и наконец кривые которые позволят нам изменить контрастность нашего рисунка сделать его более четким таким более насыщенным либо наоборот вот так то есть смотрите как у нас было без постобработки вот такой зеленый фон и после постобработки он уже стал намного интереснее после проверки черно-белого мы видим что здесь по объему все стало намного интереснее и значит есть еще такой момент плюс в том что мы каждый из этих слоев делали точнее каждый из этих элементов делали на отдельном слое поэтому мы их сейчас можем каждый отдельно редактировать и что я сейчас хочу это сделать насыщенность вот этого слоя меньше то есть вот у нас этот слой советую их сразу как-нибудь называть чтобы потом не теряться теперь нажимаю ctrl у насыщенность избавляю ее но здесь как видим она наоборот прибавляется как раз из-за корректирующих слоев поэтому здесь смотрите по обстоятельствам возможно ее придется увеличивать вот так то же самое касается и яркости что же ну а теперь давайте для теста нарисуем еще один какой-нибудь фон но уже я буду делать это без всяких комментариев чтобы на них не отвлекаться и не тратить времени которого кстати потратил именно на комментарии достаточно много и не тратить и не тратить и не тратить Субтитры создавал DimaTorzok 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 и красивым. С помощью этого инструмента вы сможете делать стилизованные и достаточно симпатичные фоны для своих игр. Ну а приобрести этот инструмент можно в моей группе вконтакте, ссылка на него в описании. В скором времени я также сделаю конструкторы для домов как средневековых так и современных, поэтому мне хотелось бы узнать насколько эта тема вообще для вас интересна, об этом я жду ответы от вас в комментариях. Ну а если это видео вам понравилось, то подписывайтесь и ставьте лайки, а также смотрите другие видео на моем канале, которые вы еще не успели посмотреть. С вами был Арталасхи, до завтра! Субтитры сделал DimaTorzok